Готовить к зиме надо не только сани, но и крыши, считают в администрации Красногвардейского района. Десятки кровель отремонтируют за лето в кратчайшие сроки. Убедиться в качестве работ могли не только чиновники, но и журналисты. Первым адресом в программе объезда стал дом на Апрельской 6. На полный ремонт кровли рабочим потребовалось лишь две недели. За это время они сделали новую цементную стяжку и полностью поменяли покрытие. По словам специалистов, обновленная крыша прослужит не менее пяти лет, и жалоб от жильцов на очередные протечки не будет. Далее осмотрели кровли на Новочеркасском проспекте. Там крыша металлическая и скатная, непростой участок для работ. Так что ремонт там еще продолжается, однако ее обещали привести в порядок срок. У нас в жилищном агенции за каждым адресом закреплен ответственное лицо, инженер технического надзора, который осуществляет еженедельный контроль за ходом выполнения работ. В соответствии мы на совещаниях осуществляем мониторинг выполнения работ. По результатам мониторинга решаем вопросы, задачи, которые необходимы в сталкивающейся процессе ремонта кровель. После прогулки по крышам в администрации района подвели итоги объезда, а также обсудили, что еще предстоит сделать по ремонту кровель. Из 290 адресов на совещании рассмотрели около половины. Выяснилось, что по каждому четвертому объекту есть отставание от графика. Глава района приказала разобраться в ситуации и следить, чтобы работы выполнялись максимально качественно. К слову, большую часть крыш планируют отремонтировать к первому сентября. Часть адресов пришлось возвращать на доработку и переделку. Только вот в этом случае мы можем, как бы, при сохранении качества, высокого качества работ, мы можем, что называется, такие объяснения принять. А то, что жилищные и подрядные организации ссылаются на сложности, на трудности, мне кажется, что это не объективные причины, и здесь мы будем разбираться и наказывать виновных. Подобные совещания будут проводиться раз в две недели. Кроме того, Георгий Мещеряков призвал жилищные организации привлекать население, и чтобы те оценивали качество ремонта кровли. Ведь именно они в первую очередь заинтересованы в добротных крышах и отсутствии протечек. Жильцы дома номер 3 по улице Буренина жаловались не только на протечки, но и на промерзание кровли. Поэтому здесь необходимо было не только выполнить замену мягкой кровли, но и утеплить крышу. Чердачного помещения в этом доме нет, пришлось применять особую технологию утепления. Значит, вот здесь вы видите, вот перепад высот почему получился. Здесь положили утеплитель специальный из базальтовой ваты, ропул, и на него положили сверху мягкую кровлю, запластно оплавили. Вот надеемся, что этой зимой все будет нормально. Прошедший вчера тут ураганный дождь показал, что крыша нормальная, не течет. А что касается вот ее утепления, то посмотрим зимой. Сами жители тоже успели оценить качество выполненных работ. Но по мнению одного из активистов третьего дома Елены Демидовой, главные испытания еще впереди. Такой дождь как бы еще и не результат будет. Будет зимой все видно, но я думаю, что будет хорошо, потому что как бы я смотрела то, что было до этого и после этого. Есть видимость того, что, ну разница есть между тем, что было и что есть. Михаил Гусев ремонтом этой крыши остался доволен, но чиновник отметил, что дополнительный контроль за выполнением кровельных работ не помешает. Технадзор жилищного агентства принял эти работы, но мы стараемся после технадзора тоже проводить свой контроль администрации Краснодардейского района, для того, чтобы убедиться в том, что ремонт произведен качественно, переговорить с жильцами, убедиться в том, что протечек больше нет. Убедиться в отсутствии протечек можно было и на улице Стасова. В одной из квартир на пятом этаже на потолке было не найти сухого места. Все было хорошо, когда уехали. Потом стало очень плохо, когда все стало заливать. В каком месте в основном львы? Вот здесь, по краю? Нет, вот круговую. Даже это самое, с лампочек текло. Основная причина таких протечек – некачественная уборка снега и сосулек. Чтобы таких проблем не возникало снова, помимо замены кровли в домах утепляют потолочные перекрытия. Конструкция дома номер 6 на улице Малыгина позволила использовать для сохранения тепла керамзит. В этом доме кровля жесткого типа, и здесь работы продолжаются. У сотрудников управляющей компании в запасе есть еще неделя. В маршруте объезда, который стал уже третьим в этом году, значилось пять адресов. Кровля дома 33 по улице маршала Тухачевского больше не протекает, но здесь еще предстоят работы по утеплению крыши. Если этого не сделают, то через пару лет дому снова понадобится капитальный ремонт. Мы, по крайней мере, сделаем все, чтобы извлечь уроки из прошлой зимы. Есть совершенно четкая и ясная адресная программа. Вот, как вы видите, постоянный контроль за исполнением этой программы осуществляется и на уровне администрации района, и на уровне жилищного агентства района. Проблемы по всем указанным в программе адресам должны устранить за весенний-летний период до нового сезона дождей и снегопадов. Поэтому глава района посоветовал жителям, если в доме есть протечки и крыши требуется ремонт, сразу обращаться в ЖКС или в жилищное агентство. Эти дома также будут включены в программу.